Природа просыпается, приходят майские праздники. Люди, уставшие от холодов, рвутся на пикники и в огороды. Запасаются шашлыком и другими гастрономическими радостями. Но отдыхающих поджидает не только веселье, но и опасность. Например, клещи. Ежегодно тысячи людей сталкиваются с нападением маленьких недругов. Чтобы клещ не присосался, необходимо соблюдать простое правило. Хоть погода и шепчет, оголяться в парке и лесу пока не стоит. Одежда должна быть закрытой. Да и головной убор не помешает. Если атаки клеща избежать не удалось, доставать его самостоятельно нельзя. Об этом твердят все медицинские работники. Вырывать насекомое недопустимо, потому что под кожей могут остаться лапки или голова. Если нашли присосавшегося клеща, надо спокойно собраться, прекратить пикник, сесть на машину и доехать до ближайшей районной больницы, где есть дежурный хирург, который квалифицированно удалит этого клеща. Для этого его отправят на исследование в вирусологическую лабораторию. Если это в черте города или город рядом, то нужно обратиться в любой ближайший травмпункт. Результаты исследования будут готовы через три дня. Если в клеще обнаружат энцефалит, то пострадавшего вакцинируют иммуноглобулином за счет государства. Не стоит забывать и о традиционном весеннем травматизме. В теплые выходные в травмпункты часто попадают люди с ожогами от жидкости для розжига углей. Поверьте нашему опыту, что лучше и вообще не использовать. Неконтролируемое попадание на тлеющие угли, на большое скопление дров, в первый момент кажется, что это не опасно. Но при усилении ветра, приближении открытых кожных покровов лица, слизистых, воспламенение таких жидкостей может происходить взрывоопасно. Это приведет к серьезным повреждениям. Стоит поберечься и солнце, ибо в мае оно вовсе не ласковое, а агрессивное. Чаще всего дачники получают ударную дозу ультрафиолета, работая на грядках в открытой одежде. После солнечных ванн можно заработать массу неприятностей, уверены медики. Весной очень часто случается такое заболевание, как солнечная крапивница. То есть люди выходят активно в огороды, начинается посадка, и вот именно возникают такие, как ожоги крапивой, волдыри. И это солнечная крапивница, очень часто приходят именно с ней. И вообще фотодраматозы различные. Ну вот аллергии на солнце, солнечная крапивница, это вот у нас очень часто случается. Ну и конечно, вот самое главное, что нужно сказать, что солнце, оно имеет значение в развитии онкологии кожи. Прятаться от лучей не обязательно, но защищать кожу необходимо. Специальные кремы и спреи есть в любой аптеке и магазине косметики. Теплая пора таит опасности не только для людей, но и для лесов и полей. С 28 апреля по 11 мая в регионе введен противопожарный режим. Начало пожароопасного сезона на территории Ульяновской области уже произошло более 184 пожаров, связанных с горением сухой травы на открытых территориях. В основном это горит у нас те земельные участки, которые находятся за пределами населенных пунктов, и собственность на которой не разграничена. В пожароопасный период ограничено пребывание людей в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора, а также проведение огнеопасных работ. Также одним из требований является опашка земли вокруг границ населенных пунктов. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды. Они объясняют местному населению, как сберечь и себя, и природу. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.